Сменили автомобили на велосипеды. Жители Саратова присоединились ко всероссийской акции «Велодень-2015». Пробег стартовал с Третьей дачной. Оттуда колонна, состоящая из нескольких сотен человек, двинулась в сторону центра, а потом на набережную. В велопробеге приняла участие и наша съемочная группа. В начале пути их уже несколько сотен. Участники «Велодня» по-саратовски собираются у сквера на Третьей дачной. Здесь последние наставления. Ехать строго в колонне за машиной сопровождения. Ограничений немного. Дети младше 14-ти к участию допускаются в сопровождении родителей. Вот и Ольга приехала с сыном. Говорит, его к велосипеду приучат и сама вспомнит, как крутить педали. На велосипеде, конечно, каталась очень давно, в детстве. Но вот настало время. Подросло юное поколение, перешли на велосипед. За машиной сопровождения участники акции стартуют в сторону центра. По проспекту 50-летия Октября к Московской. По дороге к основной колонне присоединяются новые участники. Три года как участвую. Так что это, можно сказать, традиция. Ну, и просто интересно покататься с таким количеством людей. Так что поддерживаю велоспорт, поэтому я пришел сюда. Вело-день в Саратове проходит третий год подряд. Любителей двухколесного средства передвижения в городе хватает. А вот возможностей у них немного. В этом основная цель акции – привлечь внимание к нуждам велосипедистов. В городе нужна инфраструктура, чтобы могли делать какие-то блага для людей. То есть в этом году мы сейчас с первым вопросом решаем обустройство города велопарковками. Сейчас я активно этой проблемой занимаюсь. Велосипедисты приближаются к конечной точке маршрута. Проехав через весь Саратов, они останавливаются на новой набережной. Здесь можно уже и дух перевести, и расслабиться. Для всех участников организовали концерт музыкальной группы и выступления танцевальных коллективов. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.